Волонтеры Ивановского отряда кардиогвардия отметили Всемирный день отказа от табака. Всем жителям города студенты-медики предлагали обменять сигарету на упаковку аскорбиновой кислоты. Будущие врачи рассказывали ивановцам о вреде и последствиях табакокурения. Проводим эту акцию уже пятый год. Каждый год это происходит немного по-разному. Остаются какие-то традиционные вещи. Например, мы обмениваем сигарету на какой-то приз. Это были и конфеты одно время, это были зеленые яблоки. В этом году мы меняем никотин на аскорбин, на аскорбиновую кислоту, на витамин С. Вкусный и полезный подарок. Жители охотно меняли табачные изделия на витамины. Ивановцы, ведущие здоровый образ жизни, не остались в стране. Получить подарок можно было, разгадав загадку об истории табака. Все мы знаем давно о табаке. А кто его привез в Россию? В Колумб, конечно же. Это в Европу, а в Россию? В Россию. Петр Первый. Совершенно верно. Вы выиграете аскорбинку. Пожалуйста, не курите и будьте здоровы. Спасибо большое. Волонтеры уверяют, что табакокурение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 минут. Так, человек, выкуривающий пачку сигарет в день, за месяц сокращает свою жизнь на два дня. Но поможет ли один день без табака искоренить пагубную привычку? Я думаю, что... Нет, один день, наверное, не поможет, но один день поможет, может быть, кому-то подумать над этим и переосмыслить то, что он курит, человек курит, бросить. Тем, кто самостоятельно отказаться от табака не может, волонтеры предлагают посетить Центр здоровья при кардиологическом диспансере, специалисты которого проконсультируют курильщиков и помогут избавиться от пагубной привычки. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново